Всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем канале Бла Бла Дэнс. Сегодня у нас очень интересная история, история Золушки. А пока вы в преддверии этой истории, быстренько бегите, делайте себе вкусный кофе, как есть у меня, и слушайте, и наслаждайтесь. Кстати, она была одна из первых в моем вышлисте, о ком я хотела рассказать на моем канале. Для меня было большим удивлением, что, оказывается, не только я за ней давно слежу, но также она давно следит за мной, что очень приятно для меня лично. Она подписана была на канал, и она смотрела все видео, чего и вам желаю. Подписывайтесь на этот канал и будьте в курсе интересностей. Не буду продолжать говорить загадками, сегодня у нас Алена Швет. Одной из первых и уникальных ее заслуг является тем, что она первая в истории победительница Deutsche Open Championship в такой категории, как American Rhythm Professional. Помимо этого, у нее также много заслуг, таких как US National Professional Latin Finalist, US National Professional American Rhythm бронзовый медалист, World Professional American Rhythm бронзовая медалистка. Также она двухкратная вице-чемпионка Blackpool в такой категории, как профессионалы American Rhythm. Здравствуйте, Леночка, меня зовут Алена Швец-Никишкин. Аленочка, кто с тобой еще не знаком, расскажи о себе, каким образом ты оказалась в Америке, какой у тебя статус в Америке, у тебя green card или у тебя какая-либо другая виза? Родом я из Украины, из города Чернигово, где я начала танцевать в возрасте 8 лет. В 11 лет я приехала с родителями в город Киев, где также очень успешно продолжала танцевать. В 17 лет я переехала в город Харьков, где поступила в Харьковский айционный институт на психологию, также продолжала танцевать в клубе «Спутник». В 19 лет я захотела переехать в Америку и достичь чего-то здесь. Первым моим партнером в Америке был американец, который помог мне переехать. Я переехала изначально в Бостон по туристической визе, прожила в Бостоне 6 месяцев, может, чуть больше. И с первым партнером у меня не сложилось. Следующим моим партнером в Америке был итальянец, к которому я переехала в Филадельфию, где я уже сделала рабочую О1 визу. Это виза для Extraordinary Ability People, людей с выдающимися возможностями в определенной сфере. Эту визу очень часто делают танцоры. И гринкард получила я уже, живя в Нью-Йорке, вместе с Димой после пяти лет. Как вы познакомились с Димой? Вы вместе приехали с ним в Америку или уже познакомились в Америке с ним? С Димой мы познакомились уже в Америке. Мы пересекались на соревнованиях, даже один раз соревновались против друг друга с предыдущими партнерами. Наверное, главная ситуация, где мы познакомились поближе, это было, когда я прилетела к предыдущему партнерам на соревнования в Вегас из Филадельфии. И увидела в аэропорту, что там была огромная очередь, в которой мне очень хотелось стоять. Я увидела группу танцоров, среди которых был Дима. Я подошла к ним, попросила поделить такси. И так мы познакомились с Димой поближе. И, наверное, через год, когда я искала партнера в Филадельфии, мне позвонил Женя Коцеман и сказал, что у него есть партнер для меня попробоваться. И чтобы я приехала попробоваться, не сказал даже, кто это. Конечно, я подозревала, что это Дима. И я приехала попробоваться, и где-то через пару месяцев я уже переезжала к Диме в Нью-Йорк. Так мы и стали паром. Вы с Димой являетесь парой клуба Евгения Коцемана и Марии Манусовой. Дима уже занимался с женой с Машей, наверное, чуть больше двух лет до меня. И когда я переехала в Нью-Йорк, я также стала частью Brooklyn Dance Club. Как и почему случился ваш переход из такой танцевальной программы, как International Latino, в такую программу, как American Rhythm? На American Rhythm мы давно смотрели с интересом. Если вы поедете куда-нибудь в середину Америки, в Ахайя, в Нэшвилл, то увидите, что соревнования намного больше в American Rhythm или American Smooth. Этот стиль в Америке очень популярен. И он очень интересный, он немного другой. И когда мы попали на чемпионат Америки по латине по профессионалам в финал, что являлось нашей целью в тот момент, мы решили, что это самое время начать танцевать с American Rhythm. Не все на самом деле знают, чем отличаются эти две программы. Не могла бы ли ты рассказать, чем именно отличается интернациональная латино от American Rhythm? Ну, самым главным отличием является то, что у нас разные танцы. Единственным танцам одинаковыми у нас есть ча-ча-ча. И разница небольшая есть, где в American Rhythm перенос веса происходит на смягченную ногу, в упрямое колено. На Flex Knee, в Straight Leg, когда в латине это происходит на прямую ногу. Также у нас в American Rhythm используется меньше продвижения, меньше лег-степов и больше вращательных движений. Вторым танцем в латине является самбо. У нас же это American Rhythm. American Rhythm это Bugs Rhythm, которым основное движение является бакс. И музыка похожа больше на медленную чачу, нежели на International Rhythm. Третьим танцем в латине есть румба. А у нас идет Swing. Swing это большое подразделение многих танцев. Подразделением Swing является также Jive. Мы на конкурсе соревнуемся with Coast Swing, где происходит движение в бедрах маятники. Больше и происходит больше танцевание на весе. Мы не используем много киков и флыков. Четвертым танцем в латине является Paso Dobre. У нас же это Balera. Balera это очень лирический красивый танец. Это комбинация International Rumba и вальса, где происходит Rising Fall, поднятие и снижение. Четвертым танцем в латине есть Jive. А когда в American Rhythm это Mamba. Мамба это самый последний зажигательный танец. Также называется как Salsa on 2 в Кубинске, который был развит в Нью-Йорке. Откуда у вашей пары столько неиссякаемой бешеной энергии? Вы такие же в жизни или есть отличия? И подскажи, вы всегда были такие раскрепощенные? Или случился какой-то клик, когда вы поняли, как нужно себя вести на паркете? Могу сказать, что изначально сложился такой стереотип маленькой быстрой пары. Возможно из нашей комплекции, что мы оба не высокого роста. Энергию в танце мы точно не форсируем. Так же, как и скорость, как-то сложилось само собой. В жизни не могу сказать, что мы всегда настолько бешеные или спокойные. Наверное, случается все-таки клик на паркете. Кто вам придумает танцевальные образы? И скажи, пожалуйста, кто работает над твоими костюмами? И приходится ли вам советоваться с вашим тренером, как вам нужно выглядеть? Моя любимая тема, так как шью платье себе сама, клею сама. Увлекаюсь этим очень сильно. У меня есть свой бренд, называется Denzon. Кто интересуется моим платьем, может зайти в Facebook или в Instagram посмотреть. Научилась я сама. В Филадельфии, когда было много времени, мне захотелось очень много красивых разных платьев. Пошла, купила себе бахромы, ткани и начала шить вручную. Потом уже начала покупать себе машинки, камни. И сейчас могу сказать, что это приносит мне какой-то дополнительный доход. Дима заказывает свои танцевальные вещи в Италии. Советуемся ли мы с педагогами? Да, советуемся перед большими соревнованиями, хотим знать мнение о Жене и Маше, как это будет выглядеть на определенных больших площадках. И иногда идеи дают нам и Женя и Маше, иногда я советую с Димой. Он мне дает какие-то идеи. Пару раз я заказывала себе дизайны у Эспина Салберга. Но шить костюмы я себе очень люблю сама. Эх, ребят, чуть совсем не забыла поделиться с вами интересной информацией. У нас есть теперь Инстаграм. Вы можете зайти туда, подписаться на нас. И знаете что? Мы готовим розыгрыш там. Поэтому будьте в курсе всех событий. Подпишитесь туда, потому что очень скоро там будет очень жарко и очень интересно. Заходи вот сюда по ссылочке и ищи нас в Инстаграме как Бла Бла Дэнс. Я очень наслышана про ваши яркие и многократные поездки на Кубу прямо перед турнирами. Расскажите, пожалуйста, зачем вам они были нужны и что вы там делали? И правда ли, что однажды прилетев с очередной поездки на Кубу прямо на турнир, вы произвели какой-то там бешеный фурор? Мне очень интересно. Расскажи про эту историю. Куба одно из самых любимых моих мест на земле. Влюбилась я в эту страну с первого раза, когда мы первый раз полетели на танцевальные сборы. Первый день, когда мы прилетели, для меня был немножко шок. Когда мы приземлились, не было никакого связи, никакого интернета. И немножко я нервничала изначально. Но на следующий день, когда я погрузилась в всю настоящую атмосферу Кубы, как и живут кубинцы, я поняла, что интернет мне не так нужен. Могу сказать, что атмосфера в Кубе просто нереальная, особенно для танцоров, которые танцуют латиноамериканскую программу. Вы можете увидеть танцующих людей на улице, поющих, которые радуются каждому моменту своей жизни, и радуются тому, что у них есть. На сборах мы ходили в кубинский музей, мы ходили в театр кубинский, мы танцевали с кубинцами на лекциях, мы играли на барабанах, и вся вот эта атмосфера тебя заставляет просто впитать ощущение того, откуда пошли настоящие латиноамериканские танцы. И возвращаясь в Америку на соревнования, конечно, ты получаешь что-то экстра, ты не можешь уже танцовать, ты ощущаешь музыку немножко по-другому, ты танцешь со своим партнером по-другому. Самым интересным разом, наверное, когда мы возвращались из Кубы, наверное, был первый раз, мы летели прямо со сборов в Бостон на соревнования, и это был тот же день, когда мы вечером танцуем, мне пришлось сделать прическу в квартире, которую мы сняли на Кубе, и делать мейкап, сидя у окошка, клея ресницы, когда пассажиры соседние на меня немножко смотрели косо, но мне нужно было танцевать в 8 вечера, прилетели мы в 6.30 в аэропорт, в 8.30 стояли уже на паркете. Это был год, когда мы танцевали две программы, мы танцевали латину и ритм, и эти две программы тогда были в один и тот же вечер, и нам удалось тогда выиграть обе, что было, конечно, для нас очень большой фурор. Если вдруг случилось так, что я пропустила какие-то танцевальные новости, то я захожу вот сюда и узнаю все самое интересное. Расскажи, пожалуйста, кто ведет вашу пару, с кем вы занимаетесь, и кто является сейчас вашими тренерами? Главными нашими педагогами были и есть Жадя с Машей. В Бруклинденспортклаб у нас очень часто происходит классных сборов, групповых занятий, а у нас очень много всегда приезжих тренеров, от которых мы черпаем очень много вдохновения, таких как Рудвар Мей, Ширли Баллас, Грэм, Ханс, Брайан и очень много других. Также у нас появилось очень много тренеров, которые были чемпионами в Американ Ритм, такие как Тони Давлани. Сейчас, отдыхая в Аризоне, мы не упустили возможность, поехали, позанимались с Боб Пауэрс, который являлся 12-кратным чемпионом в Американ Ритм. Также мы занимаемся с людьми, которые не так в танцевальном бизнесе. Например, Бенжи Швиммер, который является чемпионом в Веско Суинг, что очень полезно для нас, для Американ Ритм. Ведем как пара себя, наверное, мы уже давно сами, меняем хореографию очень часто сами, просто иногда советуемся с определенными людьми. И, наверное, это является нашим большим плюсом. Есть ли у вас с Димой привычки, которые до, после или во время самого турнира вы обязательно должны соблюсти? Могу сказать, что я очень люблю прилетать в тот же день и сразу к делу, сразу в бой. В день конкурса стараемся питаться без протеина, не утяжеляя себя. В основном фрукты, орехи, которые дают много энергии, не занимают много места в желудке. После турнира стараемся делать выходной, чтобы восстановить мышцы. Иногда, конечно, у нас происходят два турнира подряд, когда мы не успеваем делать себе выходной. Расскажи про то место, где вы живете сейчас. Какой это район? Вы снимаете свою квартиру? Или это ваша личная квартира? Расскажи об этом поподробнее. Всем интересно, как же быть вот таким удачливым иммигрантом из Украины и как в итоге такие ребята живут там, в Америке? Живем мы в данный момент в Бруклин, Нью-Йорк. Район называется Бенсенхерст. Мы снимаем квартиру. Квартира находится неподалеку от Бруклин Дэнспорт Клаб. Можно дойти за 20 минут или доехать за 5 минут на машине, что очень для нас удобно, потому что в основном мы тренируемся там. Также 25 минут на трене до Даунтаун Манхэттен, где в основном мы работаем. Для нас очень удобно, что рядом с нами находятся два главных аэропорта Нью-Йорка. Это JFK и Лагвардии, откуда можно улететь почти куда угодно, что для нас очень важно, так как мы летаем часто. По крайней мере, летали до коронавируса и до карантина. Планы на переезд, конечно, у нас очень часто были и также они нас не покидают. Но в данный момент нас останавливает вот эта удобность Нью-Йорковская, где у нас всегда рядом очень много классных педагогов, откуда можно улетать на соревнования. Очень удобно, очень часто мы летаем, что для нас очень важно. И, в принципе, для нас сейчас не так важно, где наша база, а именно важно вот это convenience, вот это удобство достигания нужных нам мест. И пока мы танцуем, наверное, мы будем наслаждаться Нью-Йорковской жизнью. А когда закончим, мы посмотрим, поживем, увидим. Ты можешь описать тот самый день, в который вся твоя жизнь изменилась только в лучшую сторону? Сама не ожидала, что отвечу на этот вопрос именно так. Но, наверное, это был день, когда мне было 8 лет, когда меня отвели на танцы. Я помню ощущение, когда меня записали, я помню, мне нужно было ждать 2 недели до первых занятий. Я бегала по квартире, радовалась, кричала, рассказывала всем, что я наконец-то пойду заниматься бальными танцами. Пошла, влюбилась в это дело, танцую, не могу остановиться. И, наверное, этот день действительно дал мне дело, которое я люблю всю свою жизнь. И он действительно поменял мою жизнь к лучшему. Какой ваш план на ближайшие 3 года? Планы на ближайшие 3 года определенно они у нас есть. У нас есть определенные цели, которые мы хотим достичь. Распределиться о своих планах мы не очень любим, так как очень хотим, чтобы они воплотились в жизнь. Поэтому точно могу сказать, что я думаю, что ближайшие 3 года мы будем наслаждаться нашей танцевальной карьерой. Нужно ли успешному танцору посещать тренажерный зал? И чем нужно заниматься, чтобы иметь здоровый спортивный дух в таком танцевальном теле, как есть он у вас? Физическая подготовка. Я считаю, что она очень важна для танцоров и не только. Мы занимаемся с фитнес-тренером. В ситуации карантина занимались сами. Я люблю очень много бегать. У меня есть любимые места в Бруклине, по которым я обожаю включать свои наушники, свою любимую музыку. Бегать сколько мне захочется. Для меня это немножко терапия, которая помогает отлечься от своих проблем. Для танцора очень важным является свое тело. Для танцора тело – это наш инструмент. И улучшая свое тело, мы улучшаем все свои возможности в танцах. Такие как сила, скорость, выносливость, гибкость и очень много всего другого. Я считаю, что физическая подготовка важна. Но я считаю, что это не обязательно должен быть джим, тренажерный зал. Это можно уметь делать и самим. Сейчас очень много видео в том же ютубе, где можно сделать очень много упражнений с тренерами. Также это может быть какая-нибудь пилатес, йога. И смотря, какое у вас структура тела, кому-то нужно подкачаться, кому-то нужно похудеть, кому-то нужно потолстеть, кому-то нужно растянуться. Но я также считаю, что нужно уметь найти баланс. Потому что загружаем мышцы, мы их иногда блокируем. И тогда становится немножко тяжелее танцевать. Поэтому нужно чувствовать свое тело. И когда начинается большая агрикатура, давать ему отдыхать. Особенно, когда у вас сезон турниров. Как ты считаешь, почему больших высот в танцевальной сфере добиваются эмигранты из Украины, из России, из стран постсоветского пространства больше, чем сами американцы? Во-первых, я считаю, потому что дети в Украине, в России очень талантливые. Что им дают там очень классную базу. Также хорошую физическую подготовку. А им дают любовь к танцам. А в Америке дети немножко более загружены. И у них танцы являются еще одной из секций, куда они ходят. В тинейджеровском возрасте, когда им приходится поступать в университет, в колледж, очень многие выбирают колледж и не танцевальную жизнь, так как это совместить практически невозможно. Колледж выбирает, потому что это более стабильная профессия, которая приносит более стабильный доход. И не такой большой процент людей, которые танцевали в Америке, остаются именно в танцах до конца. Когда наши танцоры, достигая 17 лет, когда заканчивают школу, даже некоторые сейчас и раньше, уезжая в Америку, для них это шанс добиться чего-то, построить свою танцевальную карьеру. Такие открываются возможности, которых не было в Украине. что люди, которые приезжают сюда, для них это даже уже не выбор, для них это конечный пункт, и которые делают все для того, чтобы добиться успеха в танцевальной карьере или построить свой танцевальный бизнес здесь. В этом я считаю большое различие, и поэтому у нас русских и украинских танцоров столько много успешных по всему миру. Помогают или мешают личные отношения между партнерами? С партнерами я никогда не встречалась. Дима стал исключением из правил. Я считаю, что это 50 на 50. Как это может помогать, так это может мешать. У нас с Димой сложилось все так, что у нас все изначально вместе, документы вместе, жилье вместе, танцы вместе. Единственное, что иногда мы работаем в разных местах. Я считаю, что это все очень индивидуально и очень зависит от личностей, от обоих людей, насколько они реагируют на все это. Допустим, у нас ссор больше происходит все-таки на тренировке, я думаю, но мы научились не переносить это на быт, не переносить это в дом. То есть все, о чем мы говорили в зале, остается в зале. Если бы была такая машина времени, и ты могла бы вернуться в свои 16 лет, что бы ты изменила, что бы ты сказала бы самой себе, и как бы ты изменила план своих тренировок и свое видение на свои танцы? Единственное, что я бы, наверное, больше наслаждалась тренировками и самим процессом соревнований, нежели отношением к результату. Также я бы, наверное, меньше обращала внимания на мнение других. Я считаю, что в детстве это мне немного мешало. Я это же хочу пожелать всем ребятам, которые смотрят это интервью. Надеюсь, вам было интересно послушать ответы на все эти вопросы. Я хочу пожелать всем удачи, я хочу пожелать всем успехов. И когда вы любите свое дело, я хочу, чтобы вы верили, что оно у вас приведет к чему-то определенно хорошему, откроются возможности, когда вы даже этого сами не ожидаете. Хочу поблагодарить Лену за такой прекрасный блог, который она создала. И общаясь с девчонками со всего мира, можно узнать очень много всего интересного. Всем удачи, всем любви, всем успехов. Спасибо, до свидания. Спасибо, что досмотрел мое видео до конца. Поделись этим видео с друзьями и не пропускай мои следующие выпуски. Будет очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok